Девушки отдыхают Потому что если вы ощутите аромата деревьев, в особенности кедров, цветов и трав Алтая, то скорее всего вы бросите свой быт, бросите свою работу и переедете жить сюда Будем откровенны, 145 миллионов переселенцев даже для республики Алтай многовато Так что просто приятного просмотра Население республики Алтай 215 тысяч человек Если сравнивать с республикой Бангладеш, сопоставимой по площади, где проживают 169 миллионов Получается в 786 раз меньше 2,5 человека на квадратный километр Так что если кому-то хочется провести несколько дней в уединении, добро пожаловать Многие места в мире хотели бы называться Алтаем Поэтому свой Алатау есть и в Китае, в Казахстане, в Монголии, в Киргизии В одной только России Алтаев 2 Это Алтайский край, его столица Барнаул И республика Алтай С единственным городом, он же столица Горноалтайска Для меня все-таки на самом деле мало для Алтая Мало, потому что эти расстояния, эти территории, они всегда подразумевают для меня такое, знаете, наслаждение Чтобы надышаться, напитаться, наесться вот это все Самые редкие на свете грибы Трюфели? Нет Каменные На свете, помимо Алтая, есть, пожалуй, еще пара мест, где можно увидеть такое чудо Физика процесса очень простая Твердые породы лежат на более мягких Под действием ветра и дождя мягкие истончаются, образуя ножку А твердые образовывают шляпку Понятно, что с течением времени грибы падают Но прелесть процесса заключается в том, что он вечный И на месте упавших бойцов встают их товарищи С храмом Иоанна Богослова на острове Патмос связаны легенда и история Согласно легенде, в 20-х годах прошлого века Один художник, который написал множество видов этого храма Сжег его, чтобы больше никто не смог запечатлеть такую красоту А в 90-х годах все того же прошлого века И это уже правдивая история Другой художник продал единственную квартиру в Москве Чтобы восстановить храм и исправить преступление своего коллеги Горнока всегда привлекал путешественников Это единственный субъект Российской Федерации Где находятся 5 объектов Всемирного наследия Мюннайска Это Терецкое озеро, Гора Белуха, Тереховские места Катунский алтайский заповедник, Плата Укок Где мы нашли Уковскую принцессу У нас сегодня находится в нашем национальном музее Самый известный экспонат национального музея имени Анохина Республики Алтай Это, конечно же, мумия Укокской принцессы Хотя, правильнее говорить, жрицы Об этом свидетельствуют ее татуировки и украшения Найденные на плато Укок в 1993 году В Кургане ученые обнаружили наполовину разграбленное захоронение Относящееся к эпохе железа Но в более глубоких слоях была найдена гробница подревнее Датируемая концом IV века до н.э. В бревенчатом срубе, заполненном льдом Лежали шесть оседланных коней И выдолбленная из цельного куска дерева Колода, заколоченная бронзовыми гвоздями Колода, скрывавшая тело жрицы Была полностью заполнена льдом В такой среде женщина отлично сохранилась Как и те вещи, с которыми она была погребена Если бы в этом погребении не было льда А там бы остались жалкие вещи Потому что там огромное количество органики Вот сейчас бруя состоит из кожи дерева Частично позолоченного дерева И только у дела они железные Урочище Колбакташ на площади в несколько тысяч метров Несколько тысяч наскальных изображений Так называемых петроглифов Разные источники указывают на их разный возраст От трех до десяти тысяч лет Темы рисунков самые разные Здесь есть волки, моралы, дуры, охотники Вы спросите, как насчет пришельцев? Обижается Прямо подо мной огромные хвостатые люди С серповидными головами И телевизорами в груди Колбакташ это уникальное место нахождения На скальных рисунках Не только в республике Но и не только российского масштаба Сибирского, но и мирового масштаба Различные сцены с образами оленя Крупного оленя, быка и человека Войны опять же вот в этих вот шляпах И с такими палецами или хвостами Это эпоха бронза Это скорее всего десятый, восьмой века до нашей эры Очень большой пласт Особенно вытянутых таких вот оленей С маленькими ножками С огромными ветвистыми стелящимися по спине рогами Это мы называем это ранне-скифским временем Это где-то седьмой, начало шестого века до нашей эры Стремительная и полноводная весной и летом река Катунь К осени начинает быстро терять свои силы Уровень воды в реке падает И тогда в русле реки образуются два озера Их называют голубые глаза реки Катунь Они существуют только осенью и зимой Причем никогда не замерзают, какая бы низкая температура ни была Ибо повелел хан Алтай Для того, чтобы уберечь глаза своей дочери Катуни от солнечного света Смотреть ей на мир только осенью и зимой А весной уровень реки опять поднимается и озера исчезают Сюда нельзя приехать на автомобиле Нужно достаточно долго идти пешком Но это место стоит того Потому что здесь как-то очень тихо, спокойно, умиротворенно Вон следы волков на снегу Все мысли о работе, заботы Они как-то исчезают перед величием того, что мы там видим И все это наседает на человека с новой силой Только когда самолет приземляется в Москве Ну не зря говорят о том, что там где-то Шамбала Не зря о том, говорят, что это духи Не зря о том, что это место, где многие находят покой Местные говорят, давно это было Точнее в 1651 году старообрядец Исаак Бочкарев Где-то под Нижним Новгородом услыхал о землях Между Белугой и Катунью Где можно сохранить веру, не подвергаясь за нее гонениям Сколько он шел сюда неизвестно, но пришел Поселился рядом с алтайцем Уймоном Взял себе в жены девку из рода Атамановых И так потихонечку здесь стало образовываться Старообрядческое село Верхний Уймон Будете здесь обязательно спросить Раису Павлу И она все вам расскажет о том, как жили И что самое главное, до сих пор живут старообрядцы А вот это, как вы уже догадались, естественно Алтайская калитка Алтайские горы стали для старообрядцев, не желавших принимать реформы патриарха Никона Воплощением Беловодия, где веровать, работать и жить можно было по собственному усмотрению Несмотря на непривычный климат, старообрядцы быстро обустроили быт Они были грамотными, много читали, изъяснялись пословицами и присказками Гости на гости, хозяевам радости Хозяин весел и гости радостны По привету ходят к обеду На привет собачку манят Странного прими Голодного накорми В печали разговори Человек тебе не объест, не обопьет Тебе Бог больше даст Раиса Павловна собрала и сохранила в бывшей старообрядческой избе Невероятную коллекцию исторических артефактов Самыми ценными вещами у старообрядцев всегда были книги и иконы Можно было все потерять при переезде или пожаре Но книги и иконы спасали и вывозили всегда Алтенкель Более известно как Телецкое озеро Тонкий острый клинок, разрезающий горы Отсюда на север 78 километров Максимальная глубина озера 324 метра Это Эйфелева башня целиком И только флагшток будет чуть-чуть торчать Самое интересное, что микроклимат севера и юга очень сильно отличается Южная часть вообще практически никогда не замерзает даже в самый сильный мороз И вода здесь гораздо теплее Поэтому если вы приедете сюда отдыхать, не удивляйтесь Вас могут спросить, вам какую часть озера? Теплую или холодную? Своим названием озеро обязано русским первопроходцам еще 400 лет назад Назвавшим его по имени рода алтайцев и тувинцев Телесов, населявших эти земли с давних времен Современный национальный состав республики Это русские, казахи, украинцы, немцы и, конечно же, алтайцы Представители коренного населения, их более 70 тысяч человек Алтайцы — это обобщенное название множества тюркоязычных народов Южные алтайцы — изначально кочевые народы А северные — жители горно-таежных районов Потомки оседлых охотников, скотоводов и собирателей Там больше и глубже ощущение единого народа, ощущение семьи Что вот эта большая-большая нация, там, алтайцы, допустим Это одна семья большая И они могут ругаться, они, естественно, могут Но они понимают, они знают, кто от кого произошел И кто в каком веке, какую гадость кому совершил И наоборот, они соблюдают свои традиции Гостям здесь всегда рады Название праздника — Эль-Уин Вообще переводится как «Всенародный праздник» Эль-Уин празднуется раз в два года А в 2016-м отмечается особенно широко Праздник посвящен 260-летию добровольного вхождения алтайского народа в состав России И 25-летию образования республики Алтай Рано утром старейшины на священной горе проводят нюргуль — обряд освящения праздника Позже все перемещаются на площадь, где поют на всех языках и диалектах Алтая Танцуют, демонстрируют национальные костюмы и кулинарные изыски И, конечно, наблюдают или участвуют в спортивных состязаниях Эль-Уин — это Алтайская олимпиада 600 спортсменов соревнуются за 59 комплектов медалей 16 комплектов кубков в 13 видах спорта Это национальная борьба, алтайские шашки, выбивание плетью деревянных бабок Поднятие камня, жонглирование ногами кусочком свинца, обернутым в козью шкуру Смотр конской упряжей шорных изделий, стрельба из лука, лазанье на кедр Наибольшее количество зрителей собирает национальное родео «Эмдик Уредиш» Финальное выступление спортсменов-конников на самых выносливых и быстроногих лошадях-аргемаках Служит кульминацией всего праздника Запоминайте ни чум, ни иранга, ни юрта АИЛ Традиционное жилище алтайцев АИЛы бывают коносообразные, войлочные, срубные Все зависит от вашего достатка и целей, для которых вам нужен АИЛ Левая сторона от входа всегда мужская Здесь все для охоты и рыбалки Правая женская Все для кухни и быта В центре дома очаг У очага есть голова и ноги Через голову никто никогда не ходит Массовое переселение из АИЛов в дома по европейскому типу Началось в 20-30-е годы прошлого века, когда АИЛ был объявлен пережитком прошлого Но окончательное переселение произошло с появлением телевизора Потому что определить, на чьей он стороне должен быть, на мужской или женской, невозможно Он же телевизор Сейчас АИЛ используется в основном как летняя кухня или временное жилище на горных пастбищах А современные алтайцы живут в домах, построенных из кедра или лиственницы Такие небольшие рубленные дома обладают колоссальной сейсмоустойчивостью В 2003 году здесь произошло мощное землетрясение магнитудой до 7,5 К счастью, обошлось без жертв Сергей Кужугетович Шойгу лично руководил спасательными операциями В результате вот таких толчков в основном обрушились печи И печь, труба складывалась в дом Она рушилась прямо в дом, разрушалась печь, естественно Где-то, где-то люди получали травмы от этого, где-то проламывало пол Ну, разные были вещи Это вот первое Второе, это за счет многих перекосов не открывались двери Трескались, вылетали стекла, ломались рамы Ну, что пострадало? Пострадало все современное То, что было построено, это школы, это детские сады современные Ну, относительно современные Все, что выше двух этажей, все, что сделано не из дерева Между прочим, Петр Первый великолепно знал удивительные свойства лиственницы О том, что это гибкое, прочное и никогда не гниющее в воде дерево И поэтому повелел строить Санкт-Петербург, забивая лиственничные сваи прямо в болотистую почву Точно так же построено в Венеции Да, кстати, Венеция стоит на российской лиственнице Другое уникальное алтайское дерево – кедр Его корневая система настолько разветвленная, что вырвать это дерево из земли не способен ни один ураган Дерево отлично справляется с холодом, из его древесины даже построен храм в Антарктиде У кедра целебно все – кедровая смола, хвоя, орехи и древесина Кедровыми опилками набивают подушки и матрасы Говорят, они придают человеку, спящему на них, стойкости и силы Одна из самых красивых легенд, придуманных человечеством о деревьях Естественно, легенда об алтайском кедре Один старый-старый-старый-престарый алтайский кедр У которого уже не было сил стоять под напором ветра Никак не мог упасть на землю Потому что каждый день и каждую ночь под сенью его кроны отдыхали люди Охотники, путники, собиратели шишек И поэтому этот кедр стоит в тайге до сих пор Белуха – самая высокая гора в Сибири У горы две вершины – восточная 4509 метров и западная Чуть пониже Алтайцы называют ее Уч-Сумер – трехглавая священная гора А где третья вершина? Загадка Я лично считаю, что эта вершина вообще внутри нас Это место можно назвать центром мироздания Потому что отсюда до Северного Ледовитого океана Атлантики, Тихого и Индийского приблизительно одинаковое расстояние Кстати, по вершине горы проходит граница с Казахстаном Поэтому, если будете покорять, не забудьте взять с собой паспорт В 1914 году Георгий Гребенщуков в книге «Алтайская Русь» писал Белуха, как корона могучего царя Алтая, находится в стране заоблачной И очень редко сбрасывает с себя пушистую фату туманов На ее вершине никогда не бывала нога человека Самое интересное, что именно в это время Борис и Михаил Троновы Совершали первое успешное восхождение на вершину Белухи Это случилось 26 июля 1914 года Город – это вообще отдельная история Но это надо явно не три дня Потому что у вас там несколько дней уйдет только на акклиматизацию Потом это надо подниматься спокойно Для того, чтобы насладиться всей этой красотой И когда тебе кажется, что вот этот след от пролетающего самолета Он находится на уровне твоих глаз Это, конечно, ощущение Ощущение очень хорошее Вы меня заставляете вспоминать то, что мне сегодня вспоминать Не очень нужно, не очень правильно Потому что действительно хочется оставить все и поехать Конечно же, алтайцы вам обязательно скажут Что лучшие горнолыжные трассы Ну, как минимум, на территории Российской Федерации Здесь, в районе села Манжирок Помните, еще единственная слава напьеха пела такую песню «Расскажи-ка мне, дружок, что такое Манжирок» Не соглашаться, не опровергать это утверждение Я не берусь Приезжайте сюда, на склон горы Малая Синюха И 60 километров различных трасс, мне кажется Вам хватит, чтобы составить свое мнение Здесь, на Алтае, родилось и процветает такое понятие, как Гагу Рафтинг Ну, Рафтинг, понятно, это то, чем мы сейчас занимаемся А Гагу Это горно-алтайский государственный университет Командой именно этого вуза стали шестикратными чемпионами России Победителями чемпионатов мира в Африке, Бразилии, Китае А я вам так скажу Ничего удивительного в этом нет Потому что количество рек с порогами от первой до шестой наивысшей категории сложности здесь огромно Как говорится, живи, учись Учись и тренируйся, тренируйся и побеждай Характер и количество рек здесь у нас в горном Алтае позволяет выбрать именно такую реку Которая ждет нас на соревнованиях в той или иной стране Туристический сезон открывается с середины июня и продолжается до начала октября Уже люди двух категорий Которые приезжают и сидят на одном месте Их это устраивает Все, что не едет вокруг, это, кстати, ближайшая вылазка, может быть, на километр-два И трои категории, у которых шли в одном месте И они обязательно должны как можно больше увидеть Любым путем, хоть тушкой, хоть чучелом, вертолетом Машиной, самолетом, квадроциклом, рафтингом Но обязательно как можно больше Тогда только один совет иметь опытного человека рядом, который знает край Как это не обидно, но следует признать Жители Алтая являются самыми умными на свете Телезрителями Потому что только здесь живет единственная в мире Двукратная обладательница хрустальной совы программы «Что, где, когда» Среди телезрителей Светлана Сумачакова Понятно, что работает она Главным библиотекарем Национальной библиотеки Республики Алтай Ну а поскольку в программе «Что, где, когда» За хорошие вопросы платят Ну очень хорошие деньги То она по совместительству Еще и самая богатая женщина В республике А сейчас, внимание, вопрос От Светланы Сумачаковой Для чего во время Первой мировой войны Русские солдаты Перед окопами Выкладывали охапки хлороста Я отправила на игру «Что, где, когда» Ну за все время Вот включая нынешнее Ну около 800 вопросов Горно-Атайский стал довольно узнаваемым лицом Благодаря телевидению Это вы и «Что, где, когда» Да, это я Так что благодарна всем жителям города Они так доброжелательно относятся к этому Правда они как-то вот Мы гордимся Вот я сколько раз слышала эти слова Половину времени, которое Николай Рерих провел на Алтай Он провел здесь В селении Верхний Уймон А долину между Верхним Уймоном и Катандой Это где-то 40 километров Он вообще считал будущим центром культуры Столицей центра, по мнению Николая Константиновича Должен был стать Звенигород Город знаний и возрожденных духовных ценностей И именно от его стен Должен был начаться расцвет Азии Здесь в Верхнем Уймоне Художник очень много писал Часто выезжал верхом и делал зарисовки Даже не слезая с седла А вот сколько всего картин посвящено Алтаю Неизвестно Потому что большая часть погибла во время транспортировки Уже после экспедиции Чуйский тракт Родина Светофора Это сейчас его ширина Минимум две полосы А раньше здесь было много узких и опасных мест Где даже две лошади не могли разойтись Такие места назывались бомами Караванщик спешивался и шел до конца узкого места И клал там шапку Это был знак тем, кто идет навстречу Чтобы пропустили его караван Вы не поверите Но за всю историю существования Чуйского тракта Ни одной шапки не пропало Упоминания о тракте Встречаются в китайских источниках Тысячелетней давности Когда-то здесь шли караваны С Северного Шелкового пути Колесную дорогу начали строить только в конце 19 века По маршруту старой вьючной тропы Известно, что строительство Чуйского тракта Обошлось в целых 160 рублей за версту Или 80 тысяч за весь тракт Что по нынешним временам, согласитесь, весьма экономно Выдающийся советский режиссер Василий Шукшин Снял на Чуйском тракте кино Живет такой парень Получивший Льва Святого Марка Венецианского кинофестиваля И премию первого всесоюзного кинофестиваля За лучший комедийный фильм Если вы проехали 856 километров По Чуйскому тракту То, возможно, на вашем автомобиле Сломалась какая-нибудь металлическая деталь Не расстраивайтесь Просто запомните название Ку-Ех-То-Нар Здесь еще с тюркских времен Прямо на берегу стояли плавильные печи Одна из них, как видите, почти сохранилась А сырьем служила железная руда Которая в изобилии разбросана повсюду И здесь вы до сих пор сможете выплавить А потом выковать Ну, в вашем случае, наверное, металлическую защиту картера И продолжить свой путь Топоним Ку-Ех-То-Нар Означает панцирь В тюркский период Здесь изготавливали железные изделия В том числе и доспехи Вот эта доменная печь Самая сохранившаяся Но есть и другие Схожие к устройству И относящиеся к тому же временному периоду Что позволяет предположить Что уже во второй половине первого Начале второго тысячелетия Здесь находился Железоплавильный комбинат Там, где заканчивается Чуйский тракт Начинается территория квадроциклов Летом и снегоходов зимой Нет более практичного транспорта на Алтае Чем эти машины Обязательно съездите к Телецкому и Каракольским озерам В пещеру Туткуш Или в замок Духов Чертовы пальцы Замок Духов Башни призраков У этого места несколько названий Одно краше другого На самом деле все очень просто Ветер, который дует здесь постоянно Постепенно выдувает все мягкие горные породы И оставляет только твердые Гранит и базальт Кстати, когда ветер дует в определенном направлении Внутри этих скал рождаются звуки Похожие на человеческие стоны Поэтому мне больше нравится название Замок Духов Знаменитую пещеру Туткуш Вы, скорее всего, никогда не найдете без опытного проводника Даже если будете вооружены картой Вы просто пройдете мимо Вход достаточно неприметен Между прочим, длина этой пещеры более 1700 метров Глубина более 200 Туткуш в переводе означает ловушка для птиц Если птица залетает в пещеру, она уже никогда не найдет дорогу обратно Это же касается медведей Косуль зайцев их кости находили внутри пещеры А вот летучие мыши используют Туткуш как зимовье А для последователей бурханизма Туткуш интересен в первую очередь тем, что здесь живет Эрлик Верховное божество подземного мира Дух ужаса и зла Надо сказать, что Эрлик при всей своей свирепости Очень благосклонно относится к спелеологам, которые проникают в пещеру Ну, при условии, если они, конечно, не мусорят и не обламывают сталактиты И всем позволяет вернуться назад Чтобы попасть в пещеру, необходимо спуститься по стене 17-метрового колодца Внутри вы попадаете в грот сказка или шкуродер Это сказочно узкий туннель протяженностью в 70 метров Сталактиты здесь по всему периметру пещеры Нет другого такого района, где были бы сосредоточены декоративные камни Столь разнообразного окраса Писал академик Ферсман В 1916 году посетивший Алтай вместе с академиком Вернацким Я ошибался Алтай на втором месте Хотя по яшмам точно на первом месте в мире 300 видов Да вы знаете, что здесь яшма используется не только в ювелирном деле А как облицовочный материал Вообще минералогическое богатство Алтая поражает Такое ощущение, что здесь есть все Начиная от черного кварца, Мариона Который должен быть в инструментарии любого уважающего себя шамана Заканчивая, ну например, минералами Которые делают наши самолеты Невиденными для радаров врага Но Я это к чему? Хотите сделать счастливым студента-геолога? Отправьте его на практику на Алтай Шаманизм Одна из древнейших форм религии Основанная на вере в существование духов Населяющих мир И особенного посредника Шамана Обеспечивающего возможность Вступления в контакт Людей и духов Обряд, который проводит шаман Называется камланием От алтайского кам Шаман Бубен – главный атрибут алтайских шаманов Во время камлания Он становится шаману Ездовым животным Лошадью или оленем Или лодкой Которая перемещает его из мира в мир И он же помогает шаману Не терять связи с миром реальным Изготавливать бубен Могут только мужчины Женщины изготавливают профессиональное облачение В виде куртки Со множеством сложнейших деталей Подвесок Жгутов Всевозможных изображений Животных и чудовищ Которые алтайцы называют Мандьяк Кайчи Исполнители героического народного эпоса На Алтае почитают даже больше, чем шаманов Может быть потому, что шаман Сам совершает путешествия в верхние и нижние миры в одиночку А кайчи при помощи рассказа и музыки Ведут туда своих слушателей Кстати, кайчи и шаманы Никогда не исполняют свои действия В одно время и в одном месте Они не пересекаются Самым известным ансамблем кайчи Наверное, является Алтай Кай Они объехали весь мир Один раз в Америке Они выступали перед аудиторией в 136 тысяч человек Они занесены в книгу рекордов Гиннеса За самое длительное горловое пение 4 часа 26 минут И сейчас этот рекорд мы с вами попробуем побить Уникальная особенность кая заключается в том Что исполнитель задействует сразу два разнотембровых и разновысотных голоса То есть пение одновременно издается горлом и исполняется губами Другой рекордсмен Большой Чульчинский водопад Он попал в пятерку Самых труднодоступных достопримечательностей России Казалось бы, антиреклама Но настоящих любителей туризма Как раз такие места и привлекают Чтобы добраться до водопада Нужно ехать на автомобиле Пересечь озеро на катере Ехать на лошадях Переправиться через реку И несколько часов идти пешком Ну, или прилететь на вертолете Высота этого каскада более 160 метров Это крупнейший водопад на Алтае И, несомненно, самый громкий природный объект Если волею судеб вы оказались в Горно-Алтайске всего лишь на пару часов Не расстраивайтесь Вы все успеете посмотреть Потому что именно для таких, как вы Жил и творил в конце 19-го, 1-й, 3-й, 20-го века Замечательный художник, ученик Шишкина Григорий Чорас-Гуркин Который на своих полотнах запечатлел все самые замечательные места Горного Алтая Так что в музей А потом в аэропорт Каракольские озера Каракольские озера – это целая система из семи горных озер Каждая из которых находится чуть выше предыдущего Нижняя на высоте 1800 метров Верхняя почти 2100 Вода в каждом озере имеет собственный цвет и химический состав Второе озеро богато серебром, а пятое – железом Если бы замечательный поэт Петр Ершов писал свою сказку о коньке-горбунке на Алтае То она бы получила альтернативный финал Царю нужно было всего лишь нырнуть в три Каракольских озера И дело в шляпе Летом добираться на Каракольские озера удобнее всего на лошади Потому что автомобильных дорог тут нет У каждого уважающего себя алтайца должно быть три лошади На одной он ездит сам, например, на охоту Вторая – вьючная А третья лошадь – красивая Она нужна для эффектного выезда в люди В гости или на какой-либо праздник Да, и еще, это обычно не афишируют Но каждая лошадь должна знать, что в случае чего она будет едой Мясо и молоко – это основа алтайской кухни Вегетарианцев мы тут ни разу не встречали Из мяса алтайцы предпочитают баранину и конину Мясо, как правило, варят и обязательно в чистом виде без всяких специй и приправ И, конечно, отдельная строчка в алтайском меню – это рыба Учитывая то, что на Алтае 7 тысяч озер и 20 тысяч рек Мой вам совет – не спрашивайте у местных рыбаков Скажите, какая рыба водится на Алтае Потому что ответ будет очень долгим Если это вас действительно интересует Перефразируйте свой вопрос Доброе утро! Здравствуйте! Вы не подскажете, а вот какой рыбы на Алтае нет? Вот не водится она здесь Корюшка? Корюшки! Корюшки нет! Записывайте На этой рыбалке ты понимаешь, что это не подмосковный пруд В котором, да, ведрами разбрасывают этот корм И, да, эти поросята ползают И, значит, вот он встретил твою приманку Ты его вытащил И он такой-то рыхлый Он такой какой-то А это совсем другая Это бурные реки Это Хариус, это Ленок, это Таймень Это рыба, которая Само название говорит о ее силе, о ее чистоте Но я же не говорю про вкус Добыча, приготовление и поедание рыбы муксун на Алтае лучше всего проходят по формуле 1-1-1 Один час на рыбалку Но это вместе с дорогой туда-обратно Один час на засол этой замечательной рыбы И есть муксуна, мне кажется, лучше всего одному Во всяком случае, у меня не появилось никакого желания с кем-нибудь поделиться Высокая кухня мирового уровня без какого-либо инструментария Да, надо сказать, вообще без ничего Это алтайский принцип Например, сейчас Роман готовит утку в тесте В то же самое время, где-то в тайге Охотник добыл дичь Щедро обмазал ее глиной И просто бросил в костер В результате и у Романа, и у охотника Получится приблизительно одно и то же Отличие алтайских детей от детей, скажем так, общероссийских заключается в том, что их не пичкают с утра до вечера манной кашей Вместо этого счастливые алтайские дети получают ток-чок Ток-чок – это две части ячменя, одна часть кедровых орешков и мед Получается вкусное, питательное, полезное, гипоаллергенное блюдо, которое не вызывает чувства приедания Об этом говорит тот факт, что взрослые, которых в детстве достаточно пичкали этим ток-чоком, используют его в качестве десерта Усть-Канская пещера Стоянка человека эпохи раннего палеолита Замечательно тем, что именно здесь найдены первые следы фастфуда Ученые обнаружили здесь следы винторога-антилопы Но она бегала быстро и заканчивалась еще быстрее Но она вымерла быстрее шерстистого носорога и мамонта Не смешно, да? Естественно, потому что это шутка эпохи раннего палеолита А все остальное, найденное в этой пещере, находится в Эрмитаже Неандертальцы, а впоследствии хомо-сапиенсы Жили в Усть-Каннской пещере не поколениями, не столетиями и даже не тысячелетиями Она служила им домом минимум 30-40 тысяч лет За это время образовался многометровый культурный слой, который был найден в 1954 году профессором Руденко И теперь коллекцию Эрмитажа украшают 526 археологических предметов После Алтая приезжайте сюда в город на Неве И вы увидите остроконечники, каменные пробойники, скребла Одним словом, познакомитесь с бытом самых древних людей, живших на территории Сибири 2% выставочных площадей Эрмитажа посвящены алтайским курганам Посетители в первую очередь стремятся попасть в этот зал находок 5-го Пызырыкского кургана, естественно Здесь погребальная камера, тело вождя Тело его супруги тоже находится в Эрмитаже, но не выставляется Абсолютно целая побоска, в мире таких больше нет Кстати, именно на ней, скорее всего, тела и были доставлены к месту захоронения И два самых древних на нашей планете ковра Узелковый и войлочный Вот этот интересный мужчина Это вождь, который под видом бога сватается к богине Для того, чтобы обрести вечную жизнь Как мы понимаем, что это богиня? Ну, естественно, мы с вами знаем, что у всех богинь Уши повернуты в обратную сторону Тархатинский мегалитический комплекс бронзового века Местные экскурсоводы, естественно, называют его Алтайский Стоунхендж Интересно, что породы, из которых состоят эти многотонные глыбы В соседних горах не встречаются Так вот, ученые современные присмотрелись и заметили Что все камни сориентированы по сторонам света с точностью до 1 градуса Отсюда вывод – это обсерватория Часть камней разрушилась с течением времени Но, как видите, их с успехом заменяют многочисленные туристы Которые водятся здесь в изобилие Так что можно сказать, что обсерватория функционирует до сих пор Среди каменных глыб мегалитов выделяется одна Своей формой она напоминает традиционную алтайскую колыбель Местные называют ее колыбель сартакпая Этот богатырь здесь в особом почете И этому камню приписывают чудесные свойства На каменном ложе вы увидите монеты, бусы, ювелирные украшения А ветви у растущего рядом кустарника обвязаны белыми ленточками Все это подношение женщин, желающих стать матерями Где-то лет сто назад, может быть больше Молодой батыр, силач сартакпая Сразу хочу сказать, он был очень небольшого роста Шел по лесу и вдруг увидел, как скала стала падать на барсука Он, конечно, не мог пройти мимо, поэтому он уперся в скалу руками И держал ее до тех пор, пока барсук не спасся И надо сказать, что это все абсолютная правда Потому что, во-первых, здесь рядом нора барсука А во-вторых, ладони сартакпая, которые отпечатались на камне Это не краска Они имеют, если можно так выразиться, минеральное происхождение В продолжении природоохранных дел сартакпая В 1932 году здесь создан Алтайский государственный природный заповедник На его поистине огромной территории Она внесена в список культурного и природного наследия ЮНЕСКО Обитают 59 редких и исчезающих видов животных Такие, как дикий лесной северный олень, козероги, сибирская кабарга, горный баран И, конечно же, ирбис или снежный барс Сами алтайцы относятся к этому животному с особым трепетом И считают его хозяином Алтая Несмотря на свой скрытный образ жизни Ирбисы периодически попадают в кадры фотоловушек Сайлюгемского национального парка В России не так мало мест, где сохраняют и увеличивают популяцию зубров Которые до сих пор занесены в Красную книгу Но вот за Уралом зубры есть только в Республике Алтай Если будете здесь, обязательно устроите себе встречу с этими, казалось бы, на вид добродушными гигантами И тогда после, когда вы приедете в Беловежскую пущу Вы можете с видом знатока сказать Наши зубры лучше Ничего не зная об аминокислотах и микроэлементах На Алтае, тем не менее, с древних времен Вовсю использовали целебные свойства моральих рогов, пантов Надо сказать, что морал Олень крупный, красивый, но очень пугливый Если кто-то вам рассказывает, что был на Алтае И кормил моралов с руки, врет Максимум морал подпустит вас на 50-70 метров к себе И то в условиях питомника Горный Алтай – самая благоприятная для разведения пантовых оленей Зона на земле Алтайский морал на голову обходит Китайского, Корейского и Новозеландского сородича Являясь лучшим представителем пантовых оленей в мире Зимой панты моралов – молодые, мягкие, все пронизаны кровеносными сосудами И покрыты нежной бархатистой кожей В апреле-май скорость роста пантов становится максимальной до 2 сантиметров в сутки Для сравнения, шерсть овцы растет в 7 раз медленнее За пару месяцев взрослый морал наращивает до полутора метров пантов Морал – животное ночное Поэтому забор пантов начинают очень рано Где-то часов в 5 утра Позже звери просто не пойдут Происходит это в мораловодческих хозяйствах И, кстати, это место называется словом Очень понятным и близким любому посетителю отечественного аэропорта Накопитель Внутри рогов нервных окончаний нет Поэтому моралы боли не испытывают Но не буду вам врать, что они очень любят эту процедуру Наоборот Зрелые опытные самцы, у которых срезали рога по несколько раз Даже устраивают здесь такие сцены Не хочу, не буду, не пойду Но уж больно нужен этот продукт человеку В былые времена за килограмм пантов давали килограмм серебра Местные жители давно заметили, что вода, в которой варили панты Приобретает лечебные свойства Утверждают, что курс из 10 ванн увеличивает продолжительность жизни на несколько лет Принимающие ванны ощущают повышение работоспособности Легкость в теле и прекрасное настроение 85% всего стада моралов сосредоточены в горном Альтае И мы являемся самым крупным в России производителем пантов и пантовой продукции И у нас здесь работают такие крупные наши друзья, инвесторы, как ФК-системы Владимир Петровича Втушенко Который взял находящийся в руинах погибающий Роловорский совхоз, но и сегодня сделал там базу ВИПовского уровня с такими технологиями, которые не имеют аналогов Российской Федерации Это тоже востребовано круглый год и туда едут люди, чтобы подпитаться здоровьем, подышать кедровым воздухом и всеми другими вещами Вот сегодня панта лечения, это тоже, как говорят молодые люди, фишка, которую привлекают сюда леди Я принимаю ванны ежегодно Я забыл уже на протяжении пяти лет, что такое там ОРВИ, ОРЗ, грипп, опорно-двигательные проблемы Это на самом деле очень эффективно, я не то что пропагандирую, я это знаю все по себе Перед вами далеко не самый компактный, но, смею вас уверить, самый эффективный ингалятор на свете Он называется Алтайская пасека Принцип действия очень прост Снимается крышка ульи и внутрь помещается шланг диффузора, закрытой марлей Через который вы дышите 15 минут два раза в день, чтобы излечить все, что может излечиться А я понимаю ваш вопрос, вам хочется большего Тогда добро пожаловать в знаменитый апидомик мощностью 6 ульев на человека Где вы узнаете, что такое сон на пчелах В апидомике ложитесь на лежанку, расположенную непосредственно над ульями Вдыхаете целебный воздух, слушаете приятное жужжание пчел Расслабляетесь и засыпаете примерно на час И после этого просыпаетесь, полная сила, энергия Алтайский мед, без сомнения, самый известный в России и самый целебный за ее пределами Именно здесь, на Алтае, происходили заготовки меда для царского стола Фасованный мед в бочонках отправляли прямиком в столицу Мед ценили во все времена, что неудивительно, потому что пчелы заняты этим делом уже 60 миллионов лет Помните, было такое школьное задание к первому сентября собрать гербарий? Ну, конечно, помните Лично мой гербарий всегда выглядел так Это была тонкая ученическая тетрадь на 18 листов И там были Василек, ромашка, дуб, липы и что-то еще А вот так Выглядит среднестатистический гербарий алтайского школьника Причем для того, чтобы получить пятерку Ему нужно собрать как минимум тысячу из более чем двух тысяч видов растений Которые произрастают в республике Алтай Алтай – это огромный ботанический сад Здесь сосредоточены практически все типы растительности Северной и Центральной Азии, Восточного Казахстана и Европейской части И за разницей высот от 350 до 4500 метров На Алтае можно побывать и в степях, и лесах, и на горных лугах, и на ледниках Сборы и переработка целебных трав стали процессом высокотехнологичным А знаменитый алтайский чай экспортируют по всему миру более чем в два десятка стран Его слава ушла далеко за пределы России и стран СНГ Основных правил травников всего три Первое – никогда не рвите траву с корнем Второе – если вы добываете коренья, не оставляйте после себя ямки И третье – самое главное – всегда думайте о тех, для кого вы собираете растения И тогда их лечебные свойства удваиваются Осень Потому что все созрело, потому что все стало таким, каким оно должно быть Потому что лес стал лесом, цвета, краски, потому что лиственница стала рыжей Отогненной рыжей, да просто желтой И это безбрежные золотые горы и берега У меня был в молодости случай, когда я по нынешней дискотеке, а тогда у нас-то танцы назывались Значит, вот в летней рыбушке примерно так Значит, пошел девушку провожать вечером А утром возвращался по снегу То есть вот там все это ломается мгновенно И, конечно, тут в этом тоже свое прелесть Мы много с вами можем поговорить об этих местах ликовинных, но там жить надо Можно прожить целую жизнь, изучая каждый уголок Республики Алтай А можно за целую жизнь так ни разу сюда и не добраться А как поступить? Нам кажется, что истина лежит где-то посередине Так что, думаю, не ошибусь Если просто скажу вам До встречи в Республике Алтай Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова